Эта игра создана на основе монополии, но вопросы только по предприятиям города Витебска. То есть, вот, достаешь карточку, играть в нее можно от трех до целого класса, от трех детей до целого класса. Вопросы есть, есть деньги, деньги у нас гринусы. Мы путешествуем на энергосберегающем транспорте, это, к примеру, тот же воздушный шар, вот, двигаем фишки, бросаем кубик. Энерголенд – это лишь одна из идей, представленных в финале 15-го республиканского конкурса «Энергомарафон», который прошел в Бресте. Система современного автоматического управления освещением, букет из лампочек, стул, пауэрбанк, а в общей сложности работы 114 участников из 56 учреждений образования страны прошли в заключительный этап. На платформе закреплен магнит. При надавливании на платформу магнит опускается в катушку. Там создается переменно магнитное поле, и по принципу электромагнитной индукции генерируется электрический ток, который у нас идет по проводам, и его значение показывается здесь. «Энергомарафон» организовывается департаментом полногоэффективности, проводится с 2004 года. Он начинался как небольшое мероприятие в городе Витебске. В виде первой номинации были только детские рисунки представлены. Из года в год конкурс рос, изменялся, сегодня значительно вырос профессионально. У нас сегодня уже 7 номинаций. Ежегодно в конкурсе участвуют порядка 3,5 тысяч детей из более чем 500 учреждений образования. Конкурс проходит в два этапа. Отборочные этапы в каждой области в городе Минске и республиканский этап. Конкурсанты представили свои идеи по энергосбережению, альтернативным источникам энергии, а также творческие работы на тему. В самой крупной номинации «Система образовательного процесса» по энергосбережению учреждений образования представлял не один участник, а целая команда из учеников, педагогов и родителей. За победу в ней полагался денежный сертификат на реализацию конкретных энергоэффективных мероприятий. Все идеи, представленные в финале, заслуживали особого внимания. Но призовые места распределились следующим образом. Третий досталось гомельчанину, изобретателю стула, пауэрбанка. Второй проекту «Лежачий полицейский» – электричество под ногами из Могилёва. И первая участница из Витебска за идею унификации тепловых потоков. Команда пятой гимназии не только подготовили макет, а еще отдельно провели исследование. В частности, проект предполагает о том, как экономить тепло наших батарей. И в зависимости от того, под каким углом в районе подоконника монтируются рассекатели воздушных потоков, так быстро идет обогрев дома. Конкурс еще раз показал, что в Беларуси множество талантливых ребят и педагогов. Но самое главное, что в нашей стране огромный потенциал в области энергосбережения, который необходимо воплощать в жизнь.